Уважаемые горловчане, уже более двух лет вооруженные силы Украины бомбят Донбасс. Гибнут сыновья, мужья, опора горловки. Они, не задумываясь, пошли защищать родную землю. Многие из них, к сожалению, не остались в живых. Они пали навечно. Конечно, страшно озвучивать цифру погибших земляков-горловчан, которые с честью выполнили свой военный и гражданский долг. Мы не имеем права про это забывать. Именно поэтому мы собрались здесь на открытии памятника постамента. Пока мы живы, будет жить память про наших героев. Увековечение их памяти – это не просто наш святой долг. Это наша вечная благодарность воинам-ополченцам, которые отдали самое ценное, что имели – жизнь, чтобы мы с вами жили в мире. Церемония открытия памятника постамента с боевой машиной БМП-1 открывается гимном Донецкой Народной Республики. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации города Горловка Ивану Сергеевичу Приходько. Аплодисменты. Слово предоставляется депутату Народного Совета. Председателю Союза Общественной Организации Десантников Донбасса Юрию Алексеевичу Крикуленко. Аплодисменты. Заместителю начальника штаба позывной «Железный». Аплодисменты. Это в трудную минуту стали для нас большим тылом. Это тоже для вас, чтобы вы знали, что благодаря вас, вашему красному... На скамейках возле дворов, на организационных мероприятиях показать свою силу, свою волю, свое желание отстоять свое православие, свое желание жить так, как вы хотите. Быть русским, быть многонациональным Донбассом. И я рад, что в этот момент никто не дрогнул. Нас поддержали. И мы там в окопах, пускай и ложим головы свои, но мы знаем, что у нас есть поддержка. Там на той стороне хаос и беспорядок. Нет ничего порядочного в этой борьбе, потому что там американские наемники и евросоюзовские халуи, которые ничего не дадут ни для Украины в целом, ни для нашего региона. Я рад, что народ Донбасса, вы, горловчане, так активно поддержали нас, первых ополченцев, которые сдали свой зачет там кровью и потом и до сих пор стоят на Гольме, на Зайцево, в широкой балке. Кровью и потом проливают эту землю. Но знают, за что они проливают. Хотелось еще раз поклониться нашим женщинам. Огромное вам спасибо. Слово предоставляется депутату Народного Совета, член управления общественной организацией «Оплот Донбасса» Андрею Валерьевичу Мирошниченко. Дорогие горловчане, братья и сестры. Сегодня в этот торжественный день будет открыт монумент. Этот памятник, который установлен в честь, в дань погибшим нашим братьям и сестрам, таким же простым людям, как мы, которые не побоялись и поднялись для того, чтобы защитить нас, для того, чтобы отстоять нашу Родину против этих фашистствующих батальонов, против этих тербатов, которые шли, не задумываясь, и отдавали своей жизни. Вы знаете, что еще хочу добавить? Это история. И историю мы должны помнить. Как ни пыталась Украина за 23 года своего существования подменить ее нам, но тем не менее Донбасс ее помнил. Поэтому мы все сейчас стоим здесь, в отличие от большинства другой территории Украины. От себя лично и от всего правления, от всей организации «Оплот Донбасса» хочу поклониться вам, дорогие горловчане, и низкий поклон тем людям, которые отдали свою жизнь. Царство им небесное. Слово предоставляется помощнику депутата Народного Совета Первого Созыва Донецкой Народной Республики Олегу Владимировичу Губанову. Есть такое понятие – память. И благодаря таким событиям мы золотыми буквами вносим и в историю имена наших ребят, которые ценой своей жизни не дали пройти фашизму на нашу родную землю. Низкий поклон вам, ребята. Ваш подвиг навечно будет в наших сердцах. Спасибо. Почетное право. Открытие памятника постамента с боевой машиной БМП-1 предоставляется исполняющему обязанности главы администрации города Горловка Ивану Сергеевичу Приходько и помощнику депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Олегу Владимировичу Губанову. Стояли насмерть во имя жизни героическим защитникам Горловки. Выгравировано на мраморной плите. Они пошли и выполнили свой долг до конца. Они сделали все, чтобы защитить наш город, нашу республику. Дать жить спокойно гражданам нашей республики. И сегодня открытием этого памятника мы еще раз подчеркиваем, что это основа нашей жизни. Это основа нашего существования. Страшно, страшно. Нет ни земли, ни неба. Гриво упал нефтопад. Мне бы добраться, мне бы. Град, град, град. Все без воды и света. Гнутся часы, как жесть. Там, говорят, нас нету. Люди, смотрите, мы есть. И на обломках руаных Войной предназначено высечь Братья мои, горловчане Двести десять тысяч Мы живые и мертвые Сбежавшие и воюющие Строптивая кровь аортами Пенится морем бушующим Слезы в глазах замерзшие Заматеревшие телом Убитые, в землю вросшие Выжившие под прицелом Раздерзанных и разорванных Разбитых, поломанных, вышенных Зажатых в предсмертных стонах Сколько же нас не выжило Сколько погибло наших Сердце болит в отчаянии Люди, помните павших Это минута молчания Расчет Заряжай Плит 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 Светы возлагает общественное движение Союз десантников Донбасса, а именно депутат Народного Совета Первого созыва Юрий Алексеевич Крикуленко и помощник депутата Народного Совета Олег Владимирович Губанов Корзина возлагается от войсковой части 08-83 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Предлагаем всем присутствующим возложить цветы в знак вечной признательности солдатам земли Донбасса. Продолжение следует... Время чествования праздничных мероприятий 9 мая в инициативной группе во главе с Олегом Губановым возникла идея создания целого комплекса мемориалов, которые бы увековечили память наших горожан. Первым из них был открыт памятник печали и скорби в Горловской Мадонне. После этого было запланировано открытие памятника в виде боевой машины пехоты-1. Приурочено это открытие было к сегодняшней дате, то есть к дню города, к дню освобождения города. Активное участие и помощь в установке этого памятника оказал концерт «Стерон», который произвел ремонтные работы, покрасочные работы машины пехоты, который готовил площадку. Также в этом участвовал Дон Брук, который предоставил материал для изготовления нашего памятника. Это не последний памятник в этой серии. Дальше будет производиться строительство аллеи. Вы это все увидите. Сегодня мы открыли памятник постамент нашим героически погибшим в боях с закупантами бойцам. Это памятник не только и всем матерям, которые родили их, выросли и воспитали, что они, не жалея своей жизни, положили на плаху свободы и независимости от вас. Для меня это памятник, память моих боевых товарищей, которые полегли смертью грабрых. Память тех дней, которые будут знаменовать как справедливость, как совесть, как честь народа, которые, невзирая ни на что, подняли свою голову высоко и гордо и встали на защиту своей Родины. Родина у нас не продается.